Черт подери! Блин, да что ж, все мято это такое. Ладно, надеюсь, кто не заметит. Ребята, всем привет! Меня зовут Фил, там, ну и как всегда, типа, как там вообще, у блогеров надо представлять, что... Меня зовут Фил, подписывайтесь на мой канал, там, ставьте лайки, все дела. Ладно, все это опустим. Короче, на самом деле, сейчас у меня такая мысль возникла, все, ночь, надо записать видео. Ну, конечно же, нафига спать? Надо писать видео. Вот, мысль такая посетила, что... Ролик будет такой маленький, коротенький, и будет он про сухое голодание. На самом деле, никогда раньше не пытался голодать, и вообще, мысли такой не было. Четко делить, зачем голодают люди, что это вообще за бред такой? Ну, на себя это нужно, мучить себя, чем-то измурять. Для чего? Но, как я всегда и повторяюсь, я практик. Я всегда все испытываю на себе. И то есть, что меня раньше не посещали такие мысли, вот теперь посетили. Потому что сейчас в Питере пляжный сезон, и я посещал пляжи для того, чтобы загорать. И на самом деле, у меня такая мысль возникла, что вот раньше, когда мы, например, с семьей или с друзьями, мы ходили всегда на пляж, что ты делаешь, когда ты идешь на пляж? Ты берешь там мячик, да, какие-то игры, там, бадминтоны и прочую фигню, типа, плавок. А что ты еще берешь? Скажи мне, пожалуйста. Ты берешь жрать! Ты берешь долбаную кормежку, тебе нужно жрать, пить. Шашлыки, мышлыки, пивчища, чипсы, огурцы, помидорчики, салатики. Ну, как без салатов. Ты что, ты пойдешь на пляж без салата? Я к чему это? Я на самом деле собираюсь на пляж и думаю, надо взять, может, поесть что-то. То есть, по старой такой привычке, типа, нужно пожрать. А потом думаю, ну, блин, я же не голоден вообще. Нафига? То есть, на пляже я проведу, он у меня дома находится в 10 минутах, то есть, это вообще, ну, ничего. То есть, я дойду до туда, туда-обратно, это 20 минут, побуду там полтора часа, грубо говоря, два часа. Я за два часа, что, с голоду, что ли, блин, умру? Такая вот фигня у меня возникла, и я, естественно, ничего не стал брать. Я даже фрукты свои любимые не стал брать. Ну, нахрена? Я что, сдохну там с голоду? Или, знаешь, так, типа, ну, блин, загорать, это же так скучно, купаться же, это так скучно, играть в мяч, это так скучно. Вот пожрать на пляжу это, это очень неплохо. Пожрать это всегда круто. На самом деле, наблюдать со стороны очень прикольно, просто вообще офигенно. Потому что раньше я вот сам так же никогда не задумывался. Я сейчас понимаю, что люди, которые вот сейчас что-то делают, то, за чем я наблюдаю, они точно так же вообще не думают об этом. Ну, то есть, вообще, 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 вообще не думают об этом. Каким я бы раньше, когда о чем-то задумываешься. И очень прикольно видеть себя бывшего со стороны. И главное, вот что мне нравится в пляже, сразу же понятно, кто есть кто. То есть, всякие сразу пузики, вот это вот, все это сразу видно. Кто чем питается. И, то есть, ну, сидит такой дяденька, он такой, знаешь, ну, кресло типа языки, и такое взялка, которая раскладывается. И у него такие дыночки вот тут в кресле, тут пивчага на коленочках чипси, да? Ну, то есть, ничего такого. И вот такой вот. То есть, даже не купается, мяч не играет. Я ни в коем случае не пытаюсь его как-то зачмырить или еще что-то сделать. Это так и есть. Я раньше тоже такой образ жизни вел, и как бы я считал, что это нормально. Но сейчас речь пойдет вообще не про жиротвору. Речь пойдет про сухое голодание. Я потом подумал. Я брал воду на пляж. Я потом подумал, а нафига я так же воду беру, что-то возьми, на пляж. То есть, ну, я что, за эти два часа, ну, от жажды что ли? У меня такая мысль посетила. А сколько вообще человек, черт подери, может жить без воды? Ну, где-то там, я помню, мне истории всякие рассказывали, там, три дня, там, три дня и ты умрешь. Боже. Вот. И на самом деле у меня там были просто некоторые соревнования, типа по бодибилдингу такому, где нужно было просушиться. Я решил как раз-таки и совместить это. Я, в общем, попробовал два дня перед соревнованиями двое суток не пить воду. Вообще не пить воду. Ну, то есть, я посмотрел бы, если бы не стало филологом, я, естественно, пошел бы попил водой. Потому что я жил, вообще, вот, возьми, не в пустыне, а в мегаполисе, где воды, ну, просто дофига, любой воды. Хоть я пью только и дистиллированными, но мне, если мне хочется пить, я выпью любую воду, не подровариваю. Вот. И я точно так же. Я вел обычный образ жизни. То есть, я занимался спортом, ходил, что-то делал, общался. И, в общем, такой прикольный, на самом деле, опыт. Оказывается, без воды вполне себе можно жить. То есть, у меня было сухое голодание. Я, ну, я, конечно, не как всякие ненормальные люди, знаешь, я почитал, что такое сухое голодание. Это просто лгар, на самом деле. Потому что люди, кто на сухом голодании, у них... Это вообще, я просто ржава, на самом деле, как это сушит. Оказывается, при сухом голодании нельзя соприкасаться с водой. Нельзя, там, чистить зубы. Нельзя мыть руки водой. Купаться. Что? Серьезно, что люди, блин, меня это просто поразило. Чисто говоря, ну, это уже такое. Короче, про такие крайности не будем. Я про то сухое голодание, чисто такой, знаешь, экспириенс вообще, челлендж для себя. Блин, давай еще фил новых модных фраз. Я сижу на красном диване, в милитаре штанах, в модной майке Майами. Да, что у меня тут на милитаре? Вон, ладно, все, открылись. Короче, говорю, выжимали. Я не помер. Я жив, я тут, на месте, сижу. В общем, единственный дискомфорт, который я почувствовал. Я очень много общался, и когда очень много общаешься, блин, ну, уже в горле сушняк конкретный. И я, в общем, уже меньше общался просто. Меньше общался, не хотелось говорить. Ну, потому что у тебя пасть сухая, и, ну, как бы вообще, для тебя уже какой-то дискомфорт. Ну, и по спорту. В первые сутки я занимался спортом, вполне, все было круто. То есть, в зале я провел там часа два с половиной, то есть, силовые, кардио-часик. Вот, то есть, ну, вообще дискомфорта абсолютно никакого не было. Занимался также обычными своими делами. И на вторые сутки я уже не занимался в зале. Ну, я не себя решил, ну, нафига. Полтора суток спустя уже почувствовался дискомфорт. Как раз-таки гулял в центре Питера. Я чувствую, ну, блин, уже как-то не очень себя чувствую. И ходить задолбал, гулять задолбал. В общем, я пошел домой. И, блин, это на самом деле, это такой кайф, честно говоря. Вот мы обычными вещами, ну, вещи, которые нас окружают, мы их вообще практически не ценим. То есть, вода для нас, напитки, еда, это, знаешь, это все такое опосредованное вообще. Ну, на это прием и забивает. Я пришел домой, я реально почувствовал, что вода сейчас будет просто огонь. Я взял, налил там четверть стакана себе в стаканчик и взял чайную ложечку и по чуть-чуть начал пить воду. Это мы просто не описываем. Ну, это невозможно описать. Это просто кайф. Такое можно прочувствовать только самому. Это было просто обалденно. Вода – это вообще, вода – это жизнь. Ну, на самом деле, двое суток сухого голодания – это вообще ничего. В такое голодание и входить, и выходить вообще пофигу, как организм не успевает ничего сделать. То есть, никаких капитальных там процессов чистки не происходит. Если вы, конечно, там суперчистками защищаетесь, там. В эти дни было очень жарко, вообще капец жарко. На солнце было около 30 градусов, то есть, двое суток прям ядрёные вообще такие были. Очень жаркие. Не помню. По-моему, я даже ходил на пляж, тоже не пил воду. В общем, активности было очень много. И двое суток тут держаться вообще без проблем, без воды. Что в итоге? Какие выводы я могу сделать? Теперь с этим опытом я понимаю, что, например, не обязательно в свой рюкзак брать там дофига всякой жратвы и питья. Если я, например, теперь еду куда-нибудь покататься на велике, там, на роликах, ещё что-то сделать, ну, такой активность, там, на полдня. Ну, мне пофигу на воду, я теперь не буду её брать. А нафига мне её брать? Если мне, ну, очень захочется пить, я возьму, куплю себе апельсинов и куплю нож, порежу их и выпью. Всё. То есть, фруктами точно так же можно заменить воду легко. Особенно на такой мизерный промежуток времени. То есть, это вообще не что. Если уж вообще захочется, если вообще прикрёт, куплю бутылку воды попить. Вот. Такие дела. Чё ещё стоять? В следующий раз будет праноедение. Подписывайтесь. Всё, праноедение. Буду питаться праной. Я думаю, завтракать буду праной. И, наверное... Нет, перед сном, наверное, не буду праной есть, потому что после шести питаться праной, это, ну, надо следить вообще за собственной фигурой, так что прану по вечерам не советую. Ну, хотя, если там в воде разбарите, то может быть. Ладно, всё, давайте побежал уже спать. Чёрт возьми. Какой спать? Я сейчас вообще не уснул. У меня какой-то бодряк. Ну, ладно, в любом случае. Какой-то как электровейник. Ладно, пока-пока. Продолжение следует...